МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость программы Владимир Ковалкин. Тот, кто знает, откуда берутся и куда тратятся деньги в бюджете Белоруссии. На этой неделе в нашем парламенте обсуждали бюджет. И одна очень интересная и хорошая новость, вместе с тем и забавная, заключается в том, что не будет налога на тунеядцев в Беларуси, как это было в свое время в Советском Союзе. Я думаю, многие помнят, что, ну, люди более старшего возраста помнят, что такой налог существовал. Вот в Беларуси решили все-таки не внедрять эту идею и отказаться. А также деньги напечатаны, но деноминаций пока не будет. Сенсационное интервью председателя правления Национального банка Беларуси. Союзный кошелек. Беларусь и Россия приняли главный финансовый документ союзного государства. Заработал на гололеде. Житель Бреста выиграл суд у заправочной станции. Это «Неделя в Беларуси» на телеканале ТРО. Я Юрий Гройров. Здравствуйте. А пока узнаем, о чем на этой неделе писала пресса и что активнее всего обсуждали в стране. Беларусь готова на любые шаги для нормализации отношений с Евросоюзом. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Торжественная процедура прошла во Дворце независимости. Своих представителей в Беларуси аккредитовали страны Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. После официальной части президент угостил послов шампанским. Напиток оценила и новый посол Франции Доминик Газюи. Ничего не плохо. Неплохо. Советское шампанское. Советское. Уже в неформальной обстановке Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня нет никаких проблем в отношениях ни с одной из стран, которые представляют новые послы. Еще раз хочу подчеркнуть нашу крайнюю заинтересованность в стабилизации наших отношений с Европейским Союзом. Нам друг от друга никуда не деться. Не нами это придумано. Это предначерпано, наверное, сверху от Господа. Нам предстоит жить вместе. По соседству. К нам не может быть никаких претензий в плане нормализации этих отношений. Я не хочу сказать, что мяч на вашей стороне. Это слишком грубо. И, наверное, этот журналистский штамп здесь, может быть, не совсем подходит. Но он действительно на вашей стороне. Эквадор пригласил Беларусь участвовать в восстановлении нефтяных скважин зрелых месторождений. Об этом заявил вице-президент Эквадора, который на неделе посетил Минск с официальным визитом. Наша задача действительно конкретизировать, максимально конкретизировать будущее сотрудничество двух стран. Благодаря тому, что мы обладаем серьезными гидроресурсами, мы собираемся в ближайшее время построить порядка восьми гидроэлектростанций. Приоритетом для двух стран станет реализация совместных проектов в машиностроении, производстве тракторной и сверхозтехники. Ускорит процессы двусторонняя комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Александр Лукашенко также подчеркивает, политический диалог налажен. Теперь необходимо настроиться на увеличение товарооборота. Мы можем такими же темпами начать наше сотрудничество по созданию совместных производств в Эквадоре. И вообще у нас нет закрытых тем сотрудничеств с вашей страной. Мы готовы с вами сотрудничать, начиная от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. Я думаю, вы, побывав на наших предприятиях во время этого визита, определитесь, что вас интересует больше всего. И мы можем приступить в ближайшее время к реализации нашего договоренности. Срок в 15 лет тюрьмы могут назначить белорусскому виртуальному преступнику. Он создал вирус, который блокировал работу чужих компьютеров. При этом на мониторе компьютера появлялась заставка с текстом либо от имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь, либо различных правоохранительных организаций о том, что пользователь данной ПВМ якобы нарушил авторские права, либо занимался просмотром и распространением детской порнографии. Вылечить компьютер мошенник предлагал за 100 тысяч белорусских рублей. Это чуть больше 10 долларов в эквиваленте. Судьбу умника-программиста теперь решит суд. Пожар на Борисов Древе около трех часов потребовалось спасателям, чтобы потушить пламя в одном из цехов деревообрабатывающего предприятия. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Но ЧП нанесло серьезный материальный ущерб. По факту пожара возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, осмотр места происшествия продолжается. На неделе в Беларуси состоялась презентация проекта «Кошт Урада», что в переводе означает «Стоимость правительства». Гость нашей студии, один из создателей этого сайта, который белорусские журналисты успели окрестить сенсацией года в белорусском интернете, Владимир Ковалкин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Владимир Ковалкин, 29 лет. Окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь. Получил степень бакалавра экономики, а позднее магистра экономики. Дополнительно получил степень магистра гуманитарных наук по политологии в Европейском гуманитарном университете. В настоящее время является руководителем департамента специальных проектов в строительной компании. Эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт Урада». Не женат. Владимир, люди, которые уже заходили на ваш сайт, успели в нем разобраться и поняли, как пользоваться. Ну, для тех, кто, может быть, еще не слышал о проекте «Кошт Урада», расскажите, в чем его смысл? Смысл очень простой. Мы стараемся максимально доступно и просто рассказать нашим гражданам о том, что происходит с их налогами и с бюджетом. Настолько просто, что даже школьник, в общем-то, сможет разобраться, на что идут отчисления его родителей, как они потом возвращаются в виде каких-то услуг со стороны государства и лично этому школьнику, и его родителям. Ну, на сайте существует калькулятор, где каждый белорус может посчитать, сколько он работает на себя, а сколько в общую копилку государства. Неужели так просто? Это абсолютно просто. Вот, допустим, мы можем попытаться рассчитать, сколько платите налогов вы. Для начала нужно заполнить графу «Ваша чистая заработная плата». Ну, давайте представим, что у меня средняя статистическая зарплата по стране. Давайте представим. На сегодняшний день это где-то 550 долларов. Примерно, да. Да. Теперь нам нужно распределить наши расходы. Услуги ЖКХ в месяц. Обычно зимой граждане платят где-то 35-40 долларов. Ну, где-то так, да. В среднем, возьмем, в среднем 35 долларов. Ежемесячные затраты на топливо. Если у белоруса есть машина, как правило, он тратит при зарплате в 500-550 долларов где-то 70 долларов на топливо. Многие белорусы курят, к сожалению, все еще. И, к сожалению, я тоже. Сколько пачек сигарет в неделю? Ну, пачек 7, так да. Ну, пачек в день. Сколько вы выпиваете слабого алкоголя, в частности, пива в неделю? Ну, две, допустим. Два бокала. А почему вы меня не спросили, сколько я выпиваю в неделю плодово-ягодного вина? У вас там стоит графа такая. Надеюсь, вы не выпиваете. Угадаю. Это самая вредная привычка из всех. Так, что мы получили? Итак, при средней заработной плате в 550 долларов затраты вашего работодателя на содержание вашего рабочего места составляют 850 долларов и 92 цента. То есть, это те налоги, которые он платит для того, чтобы мне выплатить эти деньги? Да, выплатить эти 550 долларов. Значит, вы платите 444 доллара и 58 центов в месяц за услуги государства. Это означает, что за 8-часовой рабочий день вы работаете на себя 3 часа и 50 минут, и на государство 4 часа и 10 минут. Вот вы платите приблизительно 50 долларов в виде акциза. Акцизами облагаются как раз товары, которые, по сути, являются в реализации ваших вредных привычек. Это алкоголь, это курение, отчасти это топливо. Вот весь наш разговор говорит о том, что вредные привычки – дорогое удовольствие, ребят. Надо избавляться от них. Абсолютно так. Вскоре мы вернемся к разговору, а пока – о других событиях недели. Бюджет Союзного государства составит 4,8 миллиарда российских рублей. Эта цифра была озвучена на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России на неделю. Финансовый документ Союза был принят на неделе в Москве. Главным образом средства будут направлены на совместные программы в области науки, техники и гуманитарного сотрудничества. Приоритетные оба государства считают и социальную деятельность. В реализации этих программ – это и есть наше движение вперед в создании союзного государства, потому что программы эти, главное самое, это то, что нацелены на создание инновационного продукта. Новые деньги уже напечатаны, но деноминации в 2014-м не будет. Такое заявление сделала председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова во время прямой телефонной линии. Для проведения деноминации необходимо, чтобы инфляция за год составляла менее 10%. В противном случае с ростом цен снова возникнет необходимость в крупных денежных купюрах. На следующий год инфляция запланирована на уровне 11%. Белорусское предприятие «Интеграл» войдет в единый холдинг с российским ОАО «Росэлектроника». Эксперты отмечают, преимущество проекта заключается в получении доступа на рынок российской спецтехники, который сегодня является для нас основным. Теперь поставки продукции будут осуществляться напрямую, без посредников. Напомню, создание совместного предприятия Минском и Москвой обсуждалось на протяжении всего этого года. Нефтяной баланс Белоруссии и России обсудили в Москве. В ходе переговоров утвержден график поставок российской нефти на белорусские НПЗ на первый квартал 2014 года. Житель Бреста отсудил у заправки почти 2000 долларов. Мужчина подскользнулся по накатанному машинами льду на одной из АЗС. Упал неудачно. Была установлена вторая группа инвалидности, а в ногу вставлена спица. Когда Брещанин вернулся на заправку, чтобы попросить материальную компенсацию, ему ответили, надо меньше фильмов смотреть. Тем не менее, на неделе суд Ленинского района города Бреста посчитал иск подлежащим удовлетворению, а также вынес решение взыскать в СЗС деньги за расходы, которые пришлось понести из суда. Напоминаю, гость нашей студии сегодня Владимир Ковалкин, руководитель проекта, который буквально на этой неделе презентовали публике. Проект называется «Кошт у Рада», что в переводе стоимость правительства. Владимир, предлагаю вам прокомментировать некоторые новости уходящей недели. Итак, Палата представителей во втором чтении приняла законопроект, по которому владельцам автотранспорта придется платить за допуск участия в дорожном движении. Доходы этой платы пошлины уже внесены в бюджет на 2014-е. Как вы думаете, насколько необходима такая мера? С точки зрения нашего государства, такие меры абсолютно необходимы, потому что Беларусь за последний год очень сильно потеряла от колейной войны, всем известной, и достаточно много потеряла на сокращении экспорта основных своих флагманов производства, таких как МТЗ и МАЗ. В этом году, в том числе по официальным данным Минфина, дефицит бюджета может составлять порядка 7 триллионов белорусских рублей. Пускай россиян это не пугает, это на самом деле не сумасшедшие деньги, триллионы белорусских рублей. Абсолютно все инициативы по введению новых налогов, они как раз-таки говорят нам о том, что государство не хочет сокращать социальный пакет, а хочет обеспечить и далее этот социальный пакет, но в том числе перекладывает нагрузку налоговую на граждан, тех, которые зарабатывают. Мужчина подскользнулся на заправке, сломал ногу, получил степень инвалидности и отсудил такие у этой заправки достаточно серьезную сумму. Как бы вы повели себя в этой ситуации? Я считаю, что если у гражданина есть возможность защищать свои права, это безусловный факт и безусловный плюс. И более того, если это уже произошло, это говорит о том, что в государстве действует законодательство и государство является правовым. С точки зрения данного конкретного гражданина, я, конечно, этот случай не знаю. Возможно, гражданин получил такую травму, в результате которой потерял работоспособность. Безусловно, службы, которые обслуживают эту заправку, они ответственны в том числе за то, чтобы обеспечивать отсутствие льда на заправке. Очевидно, они не справились со своей работой, и в результате гражданин упал. У него, возможно, есть какие-то проблемы со здоровьем, он потерял трудоспособность, и он в полной мере имеет право взыскать эти деньги, в том числе с владельца такой заправки. А теперь наша рубрика «100 вопросов о Союзе». В ней мы отвечаем на насущные вопросы граждан Союзного государства. В ближайшее время мы с семьей планируем переезд в вашу страну. Подскажите, как россиянину купить дом в Белоруссии, и какие нужны для этого документы? Чтобы россиянину приобрести недвижимость в Белоруссии, при подписании договора купли-продажи вам понадобится паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой регистрации по месту жительства и миграционная карта. Единственное ограничение касается земельных участков. Как иностранцу, земля, где построен дом, передается вам в долгосрочную аренду, а не в собственность. Напоминаю, Владимир Ковалкин сегодня у нас в гостях. Человек, который знает, как распределяются акцизы, которые мы платим, покупая сигареты, алкоголь, топливо и так далее. А существует ли подобная практика или подобные проекты в других государствах? Эта практика существует практически во всех странах Европейского Союза, в Соединенных Штатах, в тех странах, которые входят в группу ОСР. На самом деле, никакой секретной информации здесь нет. Правительство может абсолютно свободно выложить все эти данные, для того, чтобы граждане могли пользоваться этими данными, для того, чтобы в том числе принимать адекватные решения, когда происходят выборы в стране. Они смогут более точно, более четко понимать программы различных политиков, партий, чиновников, которые предлагают ввести тот или иной налог, либо как-то иначе потратить эти деньги. А как на практике применить знания, которые можно получить благодаря вашему проекту? Есть несколько способов. Способ первый и достаточно трудный – получить специфическое образование и разобраться в этих данных. Способ второй – послушать экспертов, желательно разные точки зрения оппонентов, и понять, какой придерживаетесь вы. Либо третий вариант – воспользоваться подобным сайтом. Подобные сайты есть во многих европейских странах. Этот проект сам по себе не является ноу-хау. Такие сайты действуют в Чехии, в Словакии, в Эстонии, действует такой сайт в Грузии. И правительствами они воспринимаются достаточно хорошо, потому что это гражданская инициатива, которая в том числе помогает органам государственной власти разъяснять их политику и объяснять, собственно говоря, что происходит с финансами. Ну и понуждает все-таки людей избавляться от редных привычек. В том числе. А теперь на пару минут вернемся в прошлое и узнаем, чем жили белорусы в эти декабрьские дни много лет назад. 16 декабря 1388 года, 625 лет назад, в летописных источниках впервые упоминается город Молодечно. Сегодня это крупный промышленный и культурный центр Беларуси. 17 декабря 1924 года, почти 90 лет назад, в БССР появилось управление Белгоск кино. Первый год работы были сняты и первые хроникальные кадры о событиях тех лет. Сегодня, 17 декабря, считается профессиональным праздником кинематографистов. 18 декабря 1882 года были установлены первые телефонные линии. Они соединили гомельское имение князя Паскевича Ириванского с его замком, фабриками и фольварками. 20 декабря, в эпоху существования БССР, хорошо известен как День Чекиста. Именно 20 декабря 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК сменило множество названий НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ. 21 декабря 1957 года учреждены премии Янки Купалы и Якуба Колоса за лучшие произведения в поэзии, драматургии и критике. Первыми их лауреатами стали хорошо известные белорусские литераторы Максим Танк, Петрус Бровко и Пимен Панченко. Напоминаю, гость нашей студии сегодня Владимир Ковалкин, руководитель проекта, который буквально на этой неделе презентовали публике. Проект называется «Кошт у Рада», что в переводе стоимость правительства. А как отнеслись к появлению такого сайта в Министерстве финансов, в Министерстве экономики? На нашей презентации присутствовали представители Министерства экономики. Они, безусловно, позитивно отнеслись к такой инициативе, потому что это действительно помогает и в каком-то мере разгружает их работу. Ежедневно. Нет необходимости создавать им вот такие сайты. Очень хорошо, когда есть гражданские инициативы, которые помогают им в том числе работать с гражданами и повышать финансовую грамотность граждан. Что касается Министерства финансов, после выхода сайта они нам звонили, они нас спросили кое-где откорректировать данные, кое-где поправить формулировки, и мы учли абсолютно все их рекомендации. Я знаю, что Национальный банк, у них есть целая программа, так и называется, повышение финансовой грамотности. Я понимаю, что как-то это коррелирует с этой программой, но вы же, по-моему, не потратили ни копейки на создание этого проекта. Да, это абсолютно гражданская инициатива. Здесь работали те люди, которые являются экспертами, каждый в своей области, и, по сути, для каждого из них не составило труда просто собрать данные и представить их в удобном интерфейсе на сайте. А Национальный банк тратит достаточно серьезные суммы на эту программу. Спасибо. Напоминаю, гостем нашей программы был Владимир Ковалкин, руководитель проекта Кошт Урада. А мы с вами, как всегда, увидимся ровно через 7 дней, в следующее воскресенье, неделю в Беларуси, на телеканале ТРО. До встречи. В правительстве сейчас идет работа по оздоровлению экономики строительной отрасли. Пусть в целом темпы экономики невысокие, тем не менее, появляются новые предприятия, растет материальное производство. Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь. Пока люди не поменяют мнение о том, что свое плохо, у нас никогда не будет шоу-бизнеса. Лариса Грибалева, белорусская певица, телеведущая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова